В Екатеринбурге кондуктор выгнала пятиклассницу из автобуса. Причем девочка не пыталась проехать зайцем, у школьницы была ей карта. В чем причину конфликта, выясняла Анастасия Кондрашова. Без мамы Настя Макарова теперь ездить в школу боится. Вдруг кондуктор вновь выгонит ее из салона на улицу, как это было вчера. Девочка рассказывает, хотела оплатить проезд ей картой, но что-то пошло не так. Она покрутила ее, всяко-разно прислонила и сказала, что денег нет. Потом спросила, наличка есть? Я сказала, нет. Она сказала, сейчас, значит, я тебя высажу и все. В школу Настя обычно добирается на 77 маршруте. Из автобуса ее высадили на остановке рядом с пустырем, в двух километрах от дома. Оставшись одна, девочка плача позвонила маме. Вместе на следующем автобусе им удалось оплатить проезд той же картой. Я хочу, чтобы в следующий раз таких ситуаций не было. Если бы это была зима, минус 30, минус 40, то ребенок мог бы вообще простыть. А не дай бог высадили бы на дороге, могли бы избить. И не дай бог что-то с ней могло бы случиться. Это может с любым ребенком случиться. Два года назад похожая история стала поводом для уголовного дела. Школьницу высадили из автобуса в минус 25. Проездной девочка потеряла, а наличных у нее с собой не было. Самое сложное в таких ситуациях найти кондуктора, который выставил ребенка за двери. Вот и сегодня на 77 маршруте работает другой сотрудник. Как ребенка высадит? Я сама заплачу за него, да провезу. У меня у собой дети, внуки. Как можно? Мама Насти Макаровой решила все-таки достучаться до частной транспортной компании, которая обслуживает 77 маршрут. Правда, на территорию, где располагается автобусное предприятие, ее не пустили. Это не общественное место, здесь режимный завод. После многочисленных попыток дозвониться, на том конце провода наконец-то ответили. Правда, в личной встрече отказали. Сказали, все претензии принимают только по электронной почте. По электронной и по такой, по обыкновенной почте присылайте претензии. Хорошо, а какая-то информация есть после вчерашнего случая? Ну, сейчас выясняют это, принимают меры, решают, что здесь кондуктор. У нас вроде такого как бы не было. Результаты внутренней проверки, даже если таковая действительно будет проведена, Ольге Макаровой вряд ли сообщат. Так что женщина намерена написать жалобу в комитет по транспорту. Анастасия Кондрашова, Иван Мякишев, События ОТВ.